Но каждый раз, когда я садилась подбирать песни, у меня то в сон, то прям какая-то очень тяжелая физическая такая тяжесть состояния. И как бы хотела тоже, чтобы помылить за нашу молодежь, потому что многие из нас сейчас берут тоже на себя новые служения, и это все-таки довольно тяжело. И тоже, пожалуйста, приходите вовремя на прославление, потому что прославителям очень тяжело пробивать эту, это реально духовная такая вещь. То есть мы приходим, и мы пробиваем сначала, как это сказать, духовный мир, чтобы вам потом было легче принимать Божие слова, чтобы вам было потом легче как бы и с нами петь, почувствовать, как бы войти в эту святая святых. Поэтому, да, хотелось бы, чтобы вы нас поддерживали в прославлении, с нами пели более активно, приходили вовремя, потому что когда многие опаздывают, как бы не чувствуется такой поддержки. И как бы дьявол тоже мне всю неделю говорил, вот, ты плохо все делаешь, у тебя ничего не получается, ты мало что делаешь, и вообще ты там ленивый, и как бы столько дел, ты ничего не делаешь. И я поняла, что это как бы все ложь, надо ее разрушать, поэтому я себе написала список, что мы уже с молодежью сделали, чтобы как-то их поблагодарить, подбодрить, и чтобы мне стало полегче. Так что вот, я хотела поблагодарить все молодежь, потому что, во-первых, мы летом провели несколько лагерей, два, и мы приобрели там одного человека, который сейчас посещает молодежку. Мы убрали одну комнату, где сейчас, где Стася жила. Мы, как бы, навели уюта в дальней комнате еще, где сейчас детская проводится. Я с одним клиентом молилась и ему проповедовала, и он благословил нас с шкафом, который сейчас стоит там в зале. Мы его собрали, поставили туда игрушки, убрались, я нашла новые цветы. Нас немки благословили, одни мои тоже клиентки. Молодежь нарисовала рисунки, но, правда, нам нужны рамки сейчас, чтобы их развесить везде. Собрали пару пазлов, мозаик, тоже мы хотим их развесить в церкви. Мы уже решили, придумали, как раскрасить стену в том зале. Мы вот или на следующей, или на последующей неделе это все сделаем тоже. Все лето мы ходили играть в футбол. Там приобрели мы еще одного человека, который ходит каждый день, каждую пятницу на наши молодежки. Начали обучение по пособию тоже с новой молодежью. И мы каждую пятницу, то есть это такой труд тоже собираться, потому что пятница тяжелый день. Очень после недели мы очень устаем, но мы все равно проводим каждую пятницу молодежку. И мы приобрели еще одного человека таким образом. Поэтому вот, хотела всех поблагодарить и сказать, что наши молодежь большие молодцы. И если можете тоже помолитесь за нас. Да, спасибо молодежи нашей.